Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим три важных окончания, которые встречаются не очень часто, но, как назло, в самых ответственных партиях. И их незнание может привести к тому, что вы можете не выиграть успешно проведенный турнир. Видео будет, так скажем, для продвинутых парней. Друзья, сегодня, друзья, мы рассмотрим окончания три дамки сильнейшей стороны против дамки и двух шашек слабейшей стороны. Когда шашки находятся слева от играющего сильной стороной, так скажем. И возможны три окончания, когда шашки стоят на А5 и на А7, когда шашки стоят на А3 и А7 и когда шашки стоят на А3 и А5. Друзья, сразу же хочу сказать, что вот это окончание самое сложное. Здесь труднее всего победить, поэтому, если у вас есть возможность, вот, допустим, в такой позиции сразу же отсекайте шашки от похода на поля А3 и А5. Или, если вот такая позиция, сразу же ставьте дамку на А5 или Д8, не давайте шашкам продвинуться вперед. Здесь будет победить намного сложнее. Как-то в одном из турниров у меня встретилось вот такое окончание, и вот в этой позиции я не смог победить, к сожалению, хотя было 15 секунд. И в итоге я не выиграл турнир, хотя шел очень хорошо. Артем Горбатюк, гроссмейстер, как-то тоже на юношеских соревнованиях эту позицию не выиграл, и его батя долго ругался в турнирном зале. Так что, друзья, будьте внимательны. Ну, самые простые окончания, вот это вот самое простое окончание. То есть, строимся вот таким образом. Ну и где бы ни стояла дамка черных, белые легко побеждают. Например, если дамка черных находится на поле С1, тогда играем дамкой на поле С3. Ну и видите, на любой ход черных белые ловят дамку в петлю и побеждают. То есть, тут все просто. Если дамка находится на поле Е1, тогда жертвуем дамку вот таким образом. И затем вторую дамку. И также побеждаем. Если дамка находится на поле В8 или Д8, тут без разницы, тогда просто играем дамкой на поле С3. То есть, куда бы дамка ни пошла, допустим, сюда или сюда, да, она тут же ловится, видите, в петлю. Если на В8 была, то есть, то же самое. Ставим дамку сюда, ну и на любой ход отдаем две дамки и легко побеждаем. Друзья, в этих окончаниях, то есть, черные могут затянуть сопротивление, если отдадут одну из шашек, ну и эту или эту, допустим. Ну, тогда возникает соотношение три дамки против дамки и простой. Я разбирал эти позиции все, записывал отдельное видео. Кто не знает, как побеждать, три дамки против дамки и шашки, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите. Второе окончание, то есть, когда шашки располагаются на полях А5 и А7. В этом случае белая строится вот таким образом. И, друзья, видите, тут основные две темы. Это трамплин, то есть, белая отдаёт одну из дамок и ловят дамку, если она остановится на срединных полях. И вторая тема, это петля, которую мы уже видели. Ну и здесь, если дамка черных на поле С1, тут проблем не возникает. Просто играем дамкой на поле Ж7. Видите, на срединных полях нельзя останавливаться. Из-за трамплина как раз отдаём одну из дамок и ловим дамку черных. А если дамка черных идёт на поле А6, тогда ловим дамку черных вот таким образом. И отсекаем шашки черных от похода в дамки. Вторая позиция, где может располагаться дамка черных. Если на поле Ж1, тогда играем дамкой на поле Д6. То есть, видите, если играет Ж2, ловим вот в такую петлю. Если играет, допустим, сюда, тогда такая петля. На такой ход уже трамплин идёт. То есть, бьём. Тут проблем нет. Если на поле H2 располагается дамка черных, тогда играем дамкой на С5. То есть, сюда снова петля. Сюда такая петля. На срединные поля нельзя из-за трамплина. Так, где ещё может располагаться? Если на поле H4, тогда играем дамкой на поле С5. То есть, видите, простые идеи. То есть, если сюда, то так ловится. На срединные поля нельзя останавливаться, потому что трамплин. Ну и на поле Д8, единственное поле, отдаём две дамки и ловим дамку черных. Так, если на поле H6 дамка черных, тогда играем на поле F6. То есть, не даём пойти сюда из-за такого хода. Поэтому остаётся единственный ход на С1. Ну тогда уже играем на G7. Это мы видели. То есть, на срединных полях нельзя останавливаться из-за трамплина. А сюда нельзя из-за такого и такого хода. И дамка черных ловится. Поэтому, после хода белой дамки на поле F6, у черных единственный ход АБ6. Теперь аккуратно играем дамкой на поле F8. То есть, видите, сразу же нельзя шашечку отъесть, потому что черные разменяются. То есть, разменяют одну из белых дамок и достигнут ничьей. Поэтому на ход АБ6 играем дамкой на F8. Фиксируем дамку черных. Ну и на единственный ход, допустим, уже потом нападаем и отъедаем шашку. Вот таким образом. Затем три дамки легко побеждают против дамки и шашки. Ну и самая сложная позиция, когда тут дамка черных находится на поле F8. Видите, сейчас черные грозят АБ4 сыграть, разменяться. Поэтому у белых единственный ход. Дамка на поле Е1. Черные играют на H6. И белые теперь должны играть на поле H4. То есть, мы не даем загнать дамку черных на поле F8. Из-за ее немедленной ловли на срединные поля нельзя из-за банального трамплина останавливаться. Поэтому остается единственный ход дамкой на C1. Теперь дамкой играем на поле F6. Снова на срединные поля нельзя останавливаться из-за трамплина. Поэтому единственный ход дамкой на H6. Теперь играем дамкой на поле D4. Ну и тут тонкая позиция. То есть, если черные играют на C1, тогда играем на G7. Это уже вы видели. То есть, на такое играем так и следующим ходом ловим дамку черных. Если же черные в этой позиции играют HG5, тут надо запомнить хитрый ход. То есть, можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Небольшая комбинация. Играем дамкой именно на поле B6. Видите, в чем суть. Если сюда бить, то мы бьем таким образом. А если черные бьют назад, тогда отдаем вторую дамку и побеждаем. Вот такая хитрая комбинация. Ну и, наконец, самая сложная позиция. Эта позиция разбиралась в книге «Курс шашечных окончаний» Маламет Барский. Но там давались сложные для человека выигрыши. Более легкий выигрыш был найден нижегородским мастером Михаилом Мархасиным. И он описан в книге Максима Федорова, нижегородского гроссмейстера, энциклопедии Эншпиля. Первый том. Так что всем рекомендую. Кстати, вот данные окончания, они впервые были открыты испанцами. Пабло Цесинарица и Джозеф Падрино занимались вот этими окончаниями. А для русских шашек, то есть они были открыты в испанских шашках. А для русских шашек многие способы выигрыша были адаптированы московским мастером Николаем Кукуевым. Который изобрел гамбит Кукуева. Так что рассмотрим окончание, которое здесь наиболее простой выигрыш был как раз найден Михаилом Мархасиным в 1997 году. Если дамка черных располагается на поле Ц1, тут простой выигрыш. Играем дамкой на поле Д4 и на любой ход, видите, на срединные поля нельзя останавливаться, потому что трамплин идет и дамка черных погибает. А если на поле А6, тогда дамка черных попадает в петлю. И белые побеждают. Если дамка черных располагается на поле Е1, тут тогда делается ход дамкой на поле Ф6. Видите, на это поле нельзя останавливаться, потому что дамка черных попадает в петлю и белые потом отрезают шашки черных ход по ходу в дамке. А поэтому остается единственный ход дамкой на Б4. Вот здесь как раз надо сделать очень хитрый ход дамкой на поле Д8. То есть белые оставляют большак, но несмотря на это черные не могут достичь ничьей. То есть на любой ход белые грозят, допустим, на ход Б3, белые грозят сыграть АБ6 и побить 3 единицы соперника. То есть на большую дорогу также нельзя останавливаться черным, потому что белые побеждают вот таким образом. Поэтому у черных есть здесь единственный ход дамкой на Е1. Но если на поле Ф8, тут тоже тогда играем вот такой ход хитрый. То есть на поле С5 бить нельзя, потому что белые займут большую дорогу и побьют дамку черных. Приходится бить на поле Б4, тогда белые отдают еще одну дамку и побеждают вот таким образом. Поэтому черные в этой позиции ходят на поле Е1, единственный ход остался нерассмотренный. Тогда белые играют дамкой на поле Д4 и легко побеждают. То есть на такой ход ловим таким образом, а на такой ход играем просто дамкой на Б6. Белые легко побеждают. Если дамка черных располагается на поле Х4, тогда здесь делаем выжидательный ход дамкой на поле Х8. То есть видите, на срединные поля нельзя останавливаться из-за трамплина так называемого. На поле Д8 нельзя из-за такого хода, поэтому остается играть дамкой на поле Е1. Тогда играем дамкой на поле Ф6 и снова возникает вот это окончание, которое мы уже видели. То есть единственный ход на Б4, играем на Д8, ну и черные погибают. То есть еще раз допустим так, так и на так просто отдаем 2 и побеждаем. Повторение мать учения. Если дамка черных располагается на поле Х6, тогда снова играем дамкой на поле Ф6. Теперь на поле С1 нельзя останавливаться, потому что белые сыграют дамкой на поле Д4. Это окончание мы уже видели. То есть на срединные поля нельзя останавливаться из-за банального трамплина, а на поле Х6 нельзя останавливаться из-за петли. И черные побеждают. Поэтому в этой позиции черные обязаны играть дамкой на поле Ф8. Теперь белые играют дамкой Б8 на поле Ф4. То есть в чем суть? Черные не могут ходить на поле Х6 из-за того, что они попадают в петлю и проигрывают. Поэтому черные вынуждены играть дамкой на поле Б4. Единственный ход. Сейчас надо сделать очень тонкий ход дамкой Ф6, пойти на поле Д8. То есть снова оставляем большую дорогу. И снова, друзья, видите, черные здесь побеждают. То есть если они играют на поле Ф6, мы уже отдаем дамку. Таким образом сюда бить нельзя. Остается бить сюда. Тогда играем АБ6. И белые побеждают. Поэтому в этой позиции у черных остается единственный ход. Дамкой на поле Е1. Ну, АБ2, естественно, нельзя, потому что отдаем АБ6. И бьем. То есть так играть нельзя. Остается единственный ход дамкой на Е1. Тогда играем ФЕ5. Ну и черным, видите, некуда ходить. То есть на такой ход так ловится. А на такой ход играем... Так. На такой ход играем... Да, играем БЦ7. Ой, то есть АБ6. И бьем именно таким образом. С выигрышем. Если дамка черных располагается на поле Ф8, тогда играем дамкой А1 на поле Д4. Вот здесь уже немножко по-другому надо выигрывать. Надо это запоминать. У черных единственный ход на Б4. То есть сюда нельзя из-за петли. И черные проигрывают. Поэтому единственный ход. Играем дамкой на поле Б4. Теперь белая игра дамкой на поле Ф6. И здесь черных есть два хода. Если на Ф8, то белые тогда играют дамкой Б8 на Ф4. Ну и то же самое, в принципе, происходит, если бы черные пошли на Е1. Тут то же самое. То есть играем сперва Б8 на Ф4. И теперь у черных единственный ход на Б4. То есть сюда снова нельзя из-за петли. Ну, рассмотрим оба хода, ладно, по очереди. Черные играют на Б4. Теперь белая снова играет дамкой на поле Д8. Эту позицию мы уже видели. Ну и на единственный ход на Ф8 нельзя из-за такого и такого хода. То есть на единственный ход дамкой на Е1 уже играем ФЕ5. То есть все, ходить некуда. Если сюда, то сюда. Если сюда, то сюда. С выигрышем. Еще раз рассмотрим для понимания. Играем на Ф6 сперва в этой позиции. Если на Б4, тогда играем дамкой Б8 на Ф4. Мы рассмотрели варианты, связанные с ходом на Ф8. Если же черные уходят на поле Е1, тогда играем в этой позиции на Д8. Ну и здесь на любой ход, то есть на АБ4 или на С3, отдаем АБ6 и побеждаем. То есть на такой ход отдаем дамку и выигрываем. Ну и последний вариант, когда дамка черных располагается на поле Б4. Тогда играем дамкой на поле Ф6. И если черные играют дамкой на поле Ф8, этот вариант мы уже видели. То есть играем дамкой на поле Ф4. Сюда нельзя из-за петли. Остается играть на поле Б4. Тогда оставляем большую дорогу. Ну и на любой ход отдаем одну из дамок. Так, прошу прощения. Играем сперва в Е5. Отдавать нельзя дамку, да? То есть тут еще запомнить надо вот такой смысл, что черные в этой позиции побьют на поле С3. И на ход АБ6 белые обязаны бить на поле Д2. Черные сыграют АБ2 и только ничья. То есть в этой позиции важно запомнить. Играем сперва на поле Е5. Сюда нельзя из-за такого. А на поле Б4 нельзя из-за банального АБ6. И белые легко побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Буду вам за это благодарен. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо неясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях.